Здравствуйте! Вы смотрите программу «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. Сегодня у нас в гостях Виктория Кононова, фитнес-тренер групповых программ. И говорить мы, конечно, будем о спорте и о здоровом образе жизни. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Мария! Спасибо, что вы к нам пришли. Ну, скажите, вот сейчас у нас весна, наступила скоро пляжный сезон, да? Как привести свое тело в тонус? Вот для тех, кто, может быть, зимой не занимался, лежал на диване, много ел, как вместе с зимней одеждой скинуть лишние килограммы? Ну, в первую очередь я советую больше гулять на улице, наслаждаться весенним солнышком, с этим солнцем к нам приходит и настроение. И, соответственно, сейчас у нас очень много фитнес-клубов, где предлагают различные групповые программы. И за человеком только выбор, куда ему пойти и где заниматься, да? Соответственно, это может быть какая-то частная фитнес-студия, либо какой-то большой крупный фитнес-клуб сетевой, да, у кого какие есть возможности. А как заставить себя туда пойти, если не хочется? Ну, вы знаете, я придерживаюсь, что заставлять не нужно. Надо просто четко осознать для себя, что надо себя любить. Для того, чтобы себя любить, надо собой заниматься, да? Своим не только интеллектуальным развитием, но, соответственно, своей внешностью, своим телом. Вот. И также понимать, что это мы делаем для себя любимой или любимого, да? Да. И в нашем будущем, в старшем возрасте, наше тело, наш организм скажет нам большое спасибо, да? И, может быть, нам не понадобится кто-то рядом, кто нам принесет стакан воды. Но мы будем в состоянии сами это сделать. Ну вот, а вы говорите, что есть разные фитнес-студии, есть разные программы, да? Да. И групповые, и негрупповые. А как выбрать свою программу? Вот, например, что мне больше подойдет – танцы или йога? Это только методом проб и ошибок. То есть надо пробовать, надо смотреть, не надо стесняться. Кто-то очень любит только йогу или только медленные программы, кто-то любит танцевать. Это зависит от возраста? Нет, это не зависит от возраста. Это зависит, скорее всего, от физических способностей человека, от характера человека, да? Люди разные. Кто-то любит уединение, кто-то любит покой, кто-то любит, наоборот, громкую музыку, кто-то любит драйв. И, слава богу, у нас сегодня огромнейший выбор групповых программ, различных направлений. Выбрать можно все, что душе угодно. Ну, Вика, допустим, вот йогу спортом же не назовешь. Ну, как-то вот похудеть-то от йоги не получится. Почему нет? Это, скажем так, обман, наверное, мышления. Просто это либо вам нравится, либо не нравится. Йога – это достаточно такая статичная программа, где приходится очень глубоко дышать, долго стоять в таких непривычных человеку позах, скручиваться. Там нужна колоссальная растяжка, колоссальная выносливость. Ну, извините, даже я туда сейчас, если приду, я не справлюсь, я оттуда выползу, потому что йога – это не мое направление, которое я веду. А какое ваше направление? Что вы ведете? Различные. В основном это силовые программы формата, например, табата, круговая тренировка. Они в разных клубах называются по-разному, да? Это те программы, которые направлены на проработку крупных групп мышц, да? Например, руки, грудь, спина, ягодицы, бедра, пресс – основное, да? И в каждом клубе называют эти программы по-разному. Также у меня есть в арсенале такая программа, как Deep Work. Это высокоинтенсивная функциональная тренировка. Мы работаем с весом собственного тела. И босиком, как неудивительно бы казалось, да? Тренировка очень интенсивная, повторюсь, но босиком. Зачем босиком? Так как эта тренировка придумана в Германии, она основана на философии инь и ян. Вот, то есть это, да, вот восточная философия. И необходимо, чтобы тело чувствовало землю, скажем так, да? Вот, и от земли брала энергию. Интересно. Да, да, но тоже это надо пробовать. Кому-то очень нравится, кому-то нет. И за одну такую тренировку, если выкладываться на 100%, можно сжечь тысячу килокалорий. Как я люблю говорить своим девочкам, что утром тортик съели, пришли на тренировку, и с чувством выполненного долга пошли дальше по делам. Отлично. Вика, а как вы вообще пришли к спорту? Вы с детства им снимались, были спортивным ребёнком? Или это как-то случайно получилось? Я занималась танцами эстрадными, современными. У нас в моём городе, где я жила и родилась, есть такой ансамбль эстрадного танца «Битус Сувенир». И там мы танцевали как русские народные, так и парные бальные танцы, да. То есть это была частью моей жизни. В какой-то момент мне пришлось бросить. Потом я стала ходить в фитнес-клуб, потому что я поправилась очень хорошо и решила, что я себя люблю на досовой заниматься. И в одном из фитнес-клубов я взяла блок персональных тренировок с тренером, который мне очень нравился. Она в какой-то момент сказала, «Слушай, зачем ты ходишь ко мне? Ты должна преподавать». Сама преподавать, да? Говорит, у тебя и выносливость, и характер, и техника. У тебя есть все предпосылки для того, чтобы стать тренером. А в моей голове были такие мысли, но я думала, что это надо опять идти в институт, учиться. Ну, понятно, учиться нужно, да. Конечно. Но, благо, Москва богата различными курсами. Я по сей день учусь. Да, то есть быть инструктором и не учиться – это, наверное… Преступление. Да, да, вот, точно правильно. Ну, хорошо, вы нашли свой путь, да, вот через индивидуальную тренировку, но преподаете сами групповые. Да. Вот все-таки какая тренировка была бы эффективнее для, например, похудения? Если человек вот всю зиму он набирал, как медведь, вот эти вот килограммы лишние, и сейчас хочет в бабочку превратиться. Куда идти лучше сначала? На группу или в индивидуалку? Вы знаете, так же зависит от человека. Если человек стеснительный, да, ну, зажатый или, например, асоциален, то есть не любит взгляды общества, тогда, конечно, лучше прийти на персональную тренировку. И если человек один не может и нет у него вот такой мотивации, то лучше прийти в группу, потому что, как правило, ты бываешь, приходишь, чувствуешь себя некомфортно, а посмотришь, что ты, во-первых, не один такой, скажем, да, запущенный. Да, ну, например, по себе, мне да, мне помогает, меня мотивирует, да, некая гонка, а я больше могу, а я лучше, а я сильнее, да, даже вот, опять-таки, вернёмся, мы ходим на обучение, на повышение квалификации, конечно, нас гоняет очень жёстко, и есть желание, ты думаешь, ну, ты же не обязан, но ты смотришь, что вот соседка, она не обязана, но она прыгает, и ты в этот момент понимаешь, нет, надо прыгать, да. И вот, соответственно, если человек с таким характером, то лучше прийти на групповую тренировку, если больше такой спокойный, то лучше на персональную тренировку. А групповые тренировки, насколько я понимаю, бывают разных видов, это бывают какие-то танцы, вот именно танцы, а бывают, типа, вот аэробики, где степ, да, вот используется, вот из них какая будет эффективнее, опять-таки. Мне кажется, вот танцуя, не прокачаешь мышцы, там, пресс, например, или я ошибаюсь? Так, чтобы прокачать, конечно, нет, но подсушиться вы подсушитесь, да. Именно кардионагрузка, да. Или рельеф вы получите, да. Как раз-таки степ, танцы – это больше кардионагрузка, да. Силовые программы – это больше на проработку и укрепление, и тонус крупных и мелких групп мышц, да, где мышца растёт. Конечно, не так, как в тренажёрном зале, но всё-таки. Но если человек с лишним весом, и вот он на старте, вот он пришёл в фитнес-клуб, вот так стоит и думает, что делать, да, что брать, ему лучше как бы на танцы сначала пойти попробовать, чтобы сбросить этот лишний вес, или сразу можно идти на силовые? Вы знаете, в первую очередь я скажу, что ему сначала надо сходить к врачу, потому что лишний вес, он имеет за собой последствия, да, на сердечно-сосудистую систему, на вены и так далее, и так далее. Соответственно, проконсультироваться с врачом, что ему на сегодняшний день можно, что нет, и уже отталкиваться от этого. Как правило, людям с чрезмерным лишним весом не рекомендуется идти сразу же на интенсивные групповые тренировки, особенно где группа уже состоялась, где нагрузка... Уровень разный, да, вот подготовки. Вот. Я бы предложила сходить такому человеку на пилатес, на здоровую спину, чтобы тело почувствовало работу над собой. Потому что в любой тренировке, медленное это направление или быстрое, работает всё тело. Просто на интенсивном занятии обмен, да, жиросжигающий идёт быстрее, нежели на медленном оздоровительном классе, да. Вот. Но так или иначе тело начинает работать, мышцы начинают работать, и они хотят продолжения. То есть после даже здоровой спины, например, или растяжки, или пилатеса, или йоги, человек на следующий день, через день проснётся и почувствует все свои мышцы, что они работают, да. Вот. То есть начинать с малого, скажем так, и потихоньку наращивать темп. Можно же сходить на две тренировки подряд. Я бы ещё посоветовала людям с чрезмерным лишним весом в бассейн сходить. Бассейн. Это полезная, да, история? Да, очень полезная история. Кстати, акваэробику можно как пожилым, так и беременным, да. Вот. Ну, правда, там тоже есть свои ограничения, да. Вот. Но вода – это всегда хорошо. Вода не принесёт никакого вреда, если в меру, да. Главное – не перехолаждаться и не прыгать в воду, опять-таки, вот только-только пришедшим, да. То есть надо немножечко согреть себя, поплавать или перед этим сходить на какую-то тренировку, там, тоже самое йогу или растяжку. А скажите, пожалуйста, вот разминка – это важный этап тренировки? Очень. Если вы приходите к индивидуальному, например, к тренеру на индивидуальное занятие, и он сразу даёт вам делать упражнения, это показатель того, что тренер не очень грамотный? Вы знаете, в групповых тренировках и в тренировках персональных разминка разная, да, например, насколько я знаю, так как я не являюсь персональным тренером, насколько я знаю, пробовала, в тренажерном зале разминка идёт, как, например, инструктор составил программу тренировок, да, с весом, с гантелями, со штангами, да, и в таком же формате он может дать разминку без веса, да, это будет разминочная часть. Либо поставить человека на эллипсоте или дорожку, там под определённым углом, это будет разминка. Если такого не происходит, и тренер сразу даёт, там, не знаю, 20 килограмм гантелей и говорит, давай, приседай, конечно, да, это неграмотно, это травмоопасно, и лучше такого тренера обходить стороной. В групповых программах идёт кардиотренировка, динамичная, да, где мы разогреваем всё тело, разгоняем наш ЧСС, чистосту сердечных сокращений, да, чтобы пульс у нас поднялся до предела, мышцы растягиваем также, дабы избежать травмы какого-то вывиха, да. Ну, понятно, чтобы готовить себя как-то, да. Растяжения, да, да. А вот, например, массаж, он может как-то помочь человеку тоже влиться в спорт, в здоровый образ жизни? Нужен ли массаж? Массаж необходим. Перед тренировкой или после? После. После. Перед массаж – это всё-таки такая процедура расслабляющая, да, после которой хочется уснуть, и всё. После тренировки, конечно, но каждый день массаж тоже делать не нужно. А как часто его можно делать? Массажисты рекомендуют сделать некий блок массажа, да, там, пройти курс, например, 10 массажей 2-3 раза в неделю, и потом просто еженедельно, раз в неделю поддерживать. Тогда это будет и эффективно, и полезно, и телу, и душе, как говорится, и не так по карману будет. А какой массаж? Вот бывает антицеллюлитный, бывает ещё какой-то. Я слышала, после некоторых массажей даже синяки остаются. Да, есть массажи с банками, да, есть медовые массажи, это нормально, конечно, когда... Ну, медовый массаж, он как происходит, да? А, происходит разделение кожи от жировой ткани, жировой ткани от других наших тканей, соответственно, это травма. И синяки – это как следствие. Какой массаж, опять-таки, это зависит от здоровья человека, потому что, к сожалению, сейчас абсолютно здоровых людей нет. Как правило, люди очень много времени проводят либо за рулём, либо в офисе, за компьютером, и у всех есть проблемы с шейным отделом, с грудным отделом, с поясничным отделом. Соответственно, массаж лучше, чтобы рекомендовал врач, лечащий, да? То есть, какую зону обойти или какой зоне лучше уделить внимания больше, да? Вот. Общий массаж можно делать, то есть неглубокий, да? Такой, скажем, более поглаживающий, но в любом случае, опять-таки, есть очень такие люди толстокожие, которым надо очень сильно давить. Тогда таким людям подойдёт спортивный глубокий массаж. Есть люди, которые от лёгкого прикосновения получают синяк. Надо пробовать. А вот как-то нужно менять всё-таки питание, да? Вот осенне-зимнее у нас одно, весенне-летнее другое, или можно кушать то, что мы хотим? Вы знаете, я бы не стала разделять питание по... Времени года? Времени года, да. Питание, в принципе, если мы хотим быть здоровыми, быть в красивом теле, должно быть всегда правильным, сбалансированным, да? Вот. Другое дело, что не надо зацикливаться и превращать правильное питание в примитивное питание, да? То есть надо стараться его разнообразить. И самое главное, не делать в голове себе каких-то табу, что если сейчас я перехожу на правильное питание, я больше никогда в жизни не съем шоколад. Нет. Оно должно быть не только правильным, но и интуитивным, да? То есть хочется – позволь себе, только чуть-чуть. Чуть-чуть шоколадки, да, если хочется, можно позволь. Да. И в первой половине дня, например, то есть не на ночь, конечно же, да? Хочется жареной картошки – позволь себе в обед чуть-чуть. С вкусным овощным салатом, с хорошим кусочком мяса, да? В хорошей компании. То есть самое главное – не набегу. Я поняла по себе, по своим клиентам, да? Питаться нужно в спокойной обстановке, правильно? То есть тщательно разжевывая пищу, да? Может быть, какой-нибудь пейзаж за окном где-то, либо приятное кафе. То есть все должно быть прекрасно. Или когда на работе, да? Вот так сидят за компьютером, да, и с судорожью доделывая отчеты. И если на работе, значит, включить, может быть, фоновую какую-то музыку. Музыку. Музыку, да, то есть чтобы немножко мозг отвлечь. То есть почувствовать вкус того, что вы едите. Не просто забрасывать в себя, как говорится, мусор, да, может быть. Ну, а вот фильм, например, посмотреть можно во время того, как мы кушаем? Во время просмотра телевизора не рекомендуют. Потому что мозг не чувствует насыщения. А, то есть мы все в фильме, да, едим, едим еще больше. Мы не видим, да, сколько мы съедаем. И мы действительно не видим, что мы едим, сколько мы едим. И чувство насыщения не получаем. То есть кажется, ой, а я бы еще это бы съел, я бы это съел. То есть лучше без телевидения. Вот. Что касается, что кушать? Да, вы правильно сказали, фрукты, овощи обязательно, зелень сейчас уже пойдет. Сейчас уже можно на окнах, наверное, свою зелень взращивать, да. Вот. Зелень всегда хорошо, овощи всегда хорошо. Мясо, рыба. Мясо, рыба. Тоже, да? Да, да. А вот мучное что-то, вот говорят там твердые сорта пшеницы, макароны, например. Знаете, да, раньше было такое поверье, но на сегодняшний день, даже на своем примере, можно и из твердых сортов, и не из твердых сортов. Главное, доза. В меру. В меру, да. Вот, то есть не полкило. А вот, например, идеальный завтрак, вот какой он? Ну, для меня идеальный завтрак – это, например, каша с фруктами. Какая каша? Овсяная. Овсяная. Овсяная, рисовая, может быть? Рисовую лучше нет, ну, потому что рисовую вы на воде не сварите, вот ее сварите только на молоке, и лучше на жирном. Ну, она просто будет невкусный, смысл, да, и рис – это все-таки такая крупа, она отшлифованная, то есть у нее уже нет витамина всегда. А тот рис, который советуют есть диетологи, нитрицологи, он, как правило, не шлифованный, бурый или коричневый, с такого риса не сваришь вкусной каши. А, его просто можно есть как гарнир, например, вечером? Да, да, на обед. На обед. Вечером рис лучше не есть, да? Вечером вообще гарнир лучше не кушать. Тогда какой он идеальный ужин? Идеальный ужин – это может быть омлет. Омлет? Омлет, да. Все привыкли омлет на завтрак? Можно на завтрак, ну, яйца – это же белок. Да. Да, просто один желточек убираем, например, сделать омлет с овощным салатом, идеально. Можно творог. А процент жирности какой-то, вот, есть правильный процент? Обезжиренный творог – это хорошо? Ну, обезжиренного творога нет. Можно написать все, что угодно. Как нет? Но в любом случае, если вы купите обезжиренный творог, отнесете его куда-нибудь на экспертизу, вам скажут, что процент жира там имеется. Какой-то маленький. Да, вот, поэтому, ну, и нет смысла брать этот обезжиренный творог, потому что в нем как нет вредных веществ, так и полезных очень мало, да? Тогда какой должен быть процент? Я советую 2-5 процента. Ну, хорошо, а вот спортивное питание, такая сейчас тема очень распространенная. Белково-протеиновые коктейли, например. Это вредно или полезно? Я не скажу, что это вредно, и не скажу, что это полезно. Протеиновый коктейль придумали, наверное, больше как замена пищи, как вот как раз-таки на бегу. Когда нет времени пообедать, ты знаешь, что у тебя будет сегодня очень насыщенный день, не будет времени, возможности полноценно пообедать, тогда мы делаем с собой в дорогу такой коктейль, и очень хорошо... Делаем? Да, сразу, заранее. Делаем. Это порошок, который разводится с обезжиренным молоком, или молоко-вода, или вода. То есть, ну, я не люблю вообще ничего на воде, и я не вижу смысла так насиловать свой организм. Протеиновый порошочек, он разводится с соотношением, например, 50 на 50 молоко-вода, да? Или просто молоко, или просто вода. Кто как любит, есть разные вкусы. Да, и пьем его вместо обеда, например. Вместо обеда, например. Или место ужина сразу после тренировки вечерней, хороший такой, интенсивный. Так называемое у нас есть там углеводное окно в течение 40 минут, да? Пища, которая пойдет после тренировки, она уйдет в энергию, да? То есть... Торт я съем после тренировки, можно? Нет, 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 торт утром. А как же окно? Ну, в это углеводное окно лучше съесть, можно съесть кусок хлеба с овощами. Это будет лучше, чем торт. Ну, в торте все-таки, да, надо понимать, там очень много жира. Жира, да. Который, ну, как ни крути, он все равно отложится. Вика, такой вопрос. Вот эти белково-протеиновые коктейли, вы говорите, после тренировки или еще. А если человек не тренируется, не занимается, он сидит целыми днями на работе? Ну, зачем? Не надо. Ему не нужно это? Почему? Ну, смысл. Он не похудеет от этого? Нет, конечно, он от этого не похудеет, он может даже еще набрать. Вот так даже, да? Просто если что-то вкусного захотелось и захотелось попробовать, ну, попробуйте. Ну, а так бессмысленно. Лучше тогда какой-то коктейль из свежевыжатых фруктов сделать, там. Смузи? Смузи, да, с ягодами, например. Хорошо. А вот что вы думаете о витаминах, например? Вот какие-то витаминные комплексы, например, сейчас весна, авитаминоз, да? Или, может быть, просто витамин С. Я вот, когда чувствую, да, что силы меня покидают, я вот витамин С, ударную дозу, например, растворимый, шипучий. Как-то мне полегче. Это, может быть, самовнушение или правда помогает? Я не пью витамин. Я, ну, вот вы именно в растворимом виде, да, не пробовала, не знаю. Я люблю очень, там, свои одни витамины, которые мне дают энергию. Конечно, необходимо, если вы чувствуете, что, ну, что-то вроде вы хотите, да, и внутри где-то есть эти силы, энергии, а по факту ее нет, то да, можно, конечно, в аптеке купить витамины энергетические или витамин С, или любой другой комплекс витамин для женщин или для мужчин. Хуже не будет. Просто надо следовать инструкции, да, и не пить все подряд, безразборно и долго-долго-долго. Да, я поняла, да. Если все-таки, возвращаясь к тренировкам, да, человек идет на тренировку, но с плохим настроением, вот у него нет желания заниматься на работе проблемы или в семье, но он понимает, что надо, деньги заплачены за абонемент, нужно идти. Вот в таком случае нужно идти, заставлять себя заниматься спортом, может быть, с какими-то негативными немножко эмоциями, или лучше остаться дома, полежать, почитать книгу, посмотреть телевизор. Не будет ли во вред такая тренировка? Тут по-разному. Можно идти с очень плохим настроением и проблемами, но прийти, начать тренироваться, и мозг отключается, и ты получаешь кайф и думаешь, как хорошо, что я себя заставил. А бывает наоборот, как бы не получаешь ничего, ни того эффекта, которого ты хотел, ни того настроения, за которым ты шел, да, то есть это такое сугубо индивидуальное. Если совсем плохое настроение, то, наверное, лучше погулять на улице, подышать свежим воздухом, послушать хорошую музыку, да, в плеере, и постараться отвлечься от этих мыслей. Либо, если все-таки ты пришел в спортзал и понимаешь, что нету сил, ну, сходи тогда, наверное, поплавай в бассейне, посиди, хамам, сауна, да. Какие простые упражнения вы можете посоветовать людям, которые хотят держать себя в форме, но денег на фитнес-клуб у них нет? Бегать по утрам или вечерам – это самое элементарное. Сейчас во многих дворах Москвы и области есть спортплощадки, турники. Пожалуйста, в интернете очень много упражнений грамотно показано, да, то есть как, на каком тренажёре или турнике можно сделать какие-то упражнения. Я очень люблю планку. Дома есть такое упражнение планка, в котором работает всё тело. То есть утром встали, встали в планку на 3 минуты, всё будет хорошо. Больше ничего не нужно, да. Вик, спасибо большое. Остаётся буквально несколько секунд. Пожалуйста, обратитесь к нашим телезрителям, пожелайте что-нибудь. Дорогие друзья, ну, во-первых, поздравляю вас с приходом весны, наконец-таки. Я желаю вам любить себя и найти для себя тот вид спорта или танца, или ещё что-то, что вам будет приносить как моральное удовлетворение, так и физическое. И смотря в зеркало каждое утро, вы будете видеть результат. То есть я вам желаю именно вот этого – найти себя в спорте, в фитнесе. Спасибо, Виктория, большое. Спасибо за увлекательную беседу. Спасибо. Но я напоминаю, что у нас в гостях была Виктория Кононова, фитнес-тренер групповых программ. Вы смотрели программу «Калейдоскоп». Меня зовут Мария Лапчева. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!